Перед вручением нужно еще раз все проверить. Как работает сигнал оповещения, накачаны колеса. Кому-то из новых владельцев великов придется еще кое-что починить. Но большая часть техники готова к тому, чтобы дети сразу опробовали ее в деле. Сейчас левую ногу упри и поедешь. А я буду сзади помогать. Не все получившие подарки умеют кататься, но все ждали этого дня. Купить новый в семьях с небольшим достатком не всегда получается. А если детей несколько, тем более. У нас двое. У старшей есть, у младшей нет. Она вот недавно говорила, папа, а мне подарит когда-нибудь Дед Мороз велосипед? Я говорю, да, купим или подарят. Ну вот тут такое обстоятельство посчастливое. Сейчас вот скажем, что организаторы подарили, скажем, как есть честно. Богдан тоже не лукавил. Велосипед у него был и раньше, но теперь нужен побольше. Предложенный организаторами одобрил. Мне понравился он. Как бы кататься, и он удобный. Вы так как рады за внука? Я рада, конечно. Довольна, мы рады. Колесо маленько подкачаем и все поедем. До поляны доедем, мы на солнечном поляне живем и сразу будем пробовать. Двинемся по школьной площадке. Почти все говорили организаторам спасибо, а подарки сегодня получили порядка 30 семей. Остальные велосипеды планируют отдать в детские дома и в одну из деревень края, где их уже ждут ребятишки из многодетных и малообеспеченных семей. А между тем планируется очередная осенняя акция. В планах у нас собрать вещи, именно спортинвентарь зимний. И если у нас получится, это будет очень здорово. Потому что, ну я думаю, что не только летом, да, дети хотят кататься на велосипедах, но зимой хотят кататься на лыжах, на санках. Это бы классно было бы, если бы это у нас получилось. Ну а сегодня получилось большую часть детей порадовать. Хотя некоторые огорчились. Видимо, рассчитывали, что велосипеды будут почти новыми. Но на самом деле организаторы акции уверены, каждому транспортному средству нужно совсем немного внимания. И он еще долго прослужит новому владельцу. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Татьяна Голубева, Александр Антропов.